меня зовут дима да я руковожу команды которые делать рекомендации и сегодня мы поговорим про да поговорим мы про то как у нас строим рекомендор расскажу как у нас алгоритм основной используется и и как мы всю эту архитектуру организовали рекомендациями занимаюсь порядка трех лет до этого делал мэйли в поиске по видео в яндексе вот он был видео поиск можно было по поисковому запросу видео получить теперь эти же видео только в рекомендательной системе что такое дзен можете все знают дзен это блогерская платформа куда приходят авторы некоторые из них известны даже очень кого-то вы может узнаете не приходят публикуют свой контент и наша задача с другой стороны приходят пользователи потреблять этот контент просматривать и наша задача состоит в том чтобы соединить здесь спрос предложения и интересующимся пользователям каким-то автором предложить этот контент показать его в ленте то есть главный value это рекомендационный продукт наша лента но давайте вообще так ответим зачем нужно рекомендовать зачем это необходимо есть на это несколько причин часто у пользователя кто он приходит по залипать видосики или развлечься у него нет сформулированного запроса он даже себя в голове как бы его не осознает у него есть какой-то интент в подсознании но сформулировано ничего нет нужно как бы ему вас с этим помочь вторая причина почему нужно рекомендовать это у нас достаточно большое число документов и одной жизни не хватит чтобы их все посмотреть я поэтому переходим к третьей нужно сократить время выбора контента пользователя чтобы он больше провел как бы за просмотром или чтением они в поисках чего-либо что для этого нужно сделать все что мы знаем о пользователе это его история взаимодействия с контентом ее нужно проанализировать потом построить инфраструктуру для того чтобы эти рекомендации работали выдерживали все эти большие нагрузки и сделать метрики удовлетворенности чтобы понимать как вот пользователи что-то делают в сервисе и им вообще нравится нет может все плохо идет нужно там пожар бежать тушить поговорим мы сегодня про первые две части чуть-чуть про то как мы анализируем историю и больше про то как мы построили инфраструктуру для того чтобы это м или задачи решать что такое рекомендарь со стороны пользователей так сверху как он выглядит приходит пользователь отправляет запрос в нашу рекомендационную систему отдай нам пачку пачку это ну мы так называем такой батч документов мы их там не по одному возвращаем а сразу таким пакетом из 20 штук пользователь я смотрит взаимодействует лайкает дизлайкает это все мы бережно складываем кива или storage и рекомендарь дальше это использует анализируют обновляет рекомендации вот так вот пачками общается с пользователем с нашей стороны это был стороны пользователя с нашей стороны это выглядит так у нас порядка 30 миллионов пользователей приходят к нам каждый день в месяц это более 70 проводят около 35 минут и эти все пользователи создают нам большую нагрузку около 10000 запрос в секунду на рекомендарь и для всех этих 10000 запросов за 500 миллисекунд из 10 миллионной базы мы должны найти самые лучшие 20 документов прям иголку в стоге сена и отдать их пользователям в общем рекомендарь получается такой black box опять который берет историю пользователя есть нечто делает и возвращает ленту рекомендаций при этом на этот black box достаточно высокая нагрузка около 10 тысяч рпс и ну невозможно на самом деле для на каждый запрос все эти 50 тысяч ивентов а мы храним достаточно много может местами даже где-то больше обработать много мы храним потому что чем больше обработали тем лучше рекомендации больше сигнала вот это вот сам поэтому рекомендарь у нас такие на два контура можно сказать разбит есть не real time часть которая обрабатывает как-то логи анализируют историю и это не на каждый запрос происходит а вот в общем читает логи и чуть дальше будет сейчас не буду забегать и есть real time часть которая отвечает на тот за почти типе запрос который пользователь задает в сервис для того чтобы перейти к ней real time части нужно понять как бы зачем она нужна тут я чуть-чуть расскажу про то как мы анализируем историю на всякий случай верду в терминологию там буду часто говорит им слова embedding это как вообще рекомендационные модели зачастую работают мы пытаемся заэмбедить то есть представить пользователя и документа в некотором в некотором векторном пространстве и сформировать его таким образом чтобы если документы пользователь как бы похожи друг на друга пользователи релевантен этот документ они были рядом то есть у них там вот косинус будет близких единиц и и наоборот если они про разные вообще то нигде там подальше косинус будет низкий 0 или минус 1 расскажу про один из классических алгоритмов матричных разложений который все еще в строю мы его активно используем и он очень-очень полезный это л.с. alternatively squares в чем его идея у нас давайте заполним матрицу использователей документов взаимодействиями поставим там один если взаимодействие было хороший минус один если плохим например лайк или дизлайк и попробуем ее факторизовать и разложить на две матрицы поменьше одну мы назовем матрицы пользователей вторую матрицы документов и как тут легко заметить умножение потом вот соответствующих строк и столбцов это будет предсказание для этого пользователя и этого документа мы будем решать такую задачу оптимизации решать будем оптимизировать будем в квадратичную функцию ошибки она вот там представлены на экране как устроен алгоритм там есть такая базовый шаг это л.с. шаг в чем его идея на нулевом этапе сначала зафиксируем имбеддинге документов заполним случайными числами и зафиксируем для имбеддинге юзеров будем как бы оптимизировать с точки зрения этой функции будем их искать чтобы наша ошибка квадратично была минимальна и тут то есть поле так как тут используется квадратичный лосс он достаточно хороший удобный можно продифференцировать и решить потом систему линейных уравнений и достаточно сложно найти как бы оптимальные значения для пользователей это вот оптимизация в сторону пользователей потом мы это повторяем сторону документов и делаем это до тех образом там вот сверху это написано но суть в том что мы делаем пока как бы алгоритм продолжает сходиться ну а как ошибка продолжает уменьшаться как только ошибка уже не существенные мы где-то рядом совсем мы остановимся говорим все хватит вот и тут еще важно заметить что лс шаг этот он достаточно легко параллелится тут для каждого пользователя можно задачу решать независимо если у нас под пользователей много это легко распараллелить поэтому мы реализовали это на map producer мы раскладываем достаточно ну огромную матрицу из 100 миллионов на 10 миллионов документов за несколько часов написали там на vx значит супер все оптимальное решение славу в целом все хорошо но продакшен так устроен что этого недостаточно во первых пока мы раскладываем эту матрицу пользователи что-то смотрят а мы хотим этот фидбэк учитывать а вот мы разложили этот сигнал как бы потеряли нужно матрицу заново раскладывать плохо какие-то документы опубликовались их набрала их аудитория увеличилась за это время и как бы мы больше про них узнали но как бы в матрице этой информации не было значит потеряли не используем тоже плохо более того какие-то документы могут появиться за это время и для них как бы имбеддинга не будет тоже как бы не совсем подходит поэтому мы сделали не real time контур который обновляет профили документов профили пользователей читает прям поток логов и и строят новые имбеддинги схематично это выглядит следующим образом вся эта конструкция из нескольких на самом деле не real time контуров для пользователей для документов мы строим полное разложение вычисляем берем имбеддинги пользователи решаем задачу потом для этого в не real time контуре который свежий поток логов использует эти имбеддинги которые получились для этом of мы складываем в кивали storage тут стрелочки нету но опять же в пользовательском не real time контуре из читаем логи и айтемные имбеддинги для того что профиль пользователя получить и складываем это в юзерский кивали storage помимо того что мы еще тут все это быстро обновляем это вычислительно сильно эффективнее чем каждый раз заново матрицу раскладывать и это позволяет на ансамблировать много моделей например там вот лайк против дизлайка или длинный просмотр против показа таких можно сделать много каждый несет уникальный сигнал это выгодно вот такой ансамбль отдать потом мета модели с точки зрения там эффективности всей системы как устроен наш не real time контур деталях мы читаем поток логов у нас есть компонента которая написана решардер и такая молотилка логов она раскидывает их по партициям на примере пользователей если какие-то пользовательские ивенты приходят для каждого пользователя не в определенную партицию прям с номером будут попадать и в какую другую дальше есть воркеры которые вычитывают как бы такие бачи новых ивентов нового потока лога берут историю пользователя из кивали сториджа и мерзжет это и так у нас есть история осталось получить айтемные имбеды берем айтемные имбеды и уже как бы есть вся информация для того чтобы решить лс задачу считаем новый профиль плод пользователя складываем в в кивали сторож да у нас задержка от события которое к нам пришло до попадания профиля пользователя обновленного в кивэлю где-то порядка трех минут если не ошибаюсь может быть четыре лишь три-четыре минуты не очень долго на самом деле достаточно реактивно однако модель один раз обучить недостаточно ее нужно обновлять как это происходит вот у нас есть какая-то версия первая есть она у нас в кивэлю который использует рантайм есть и ну и юзерские беды в кивэлю который использует рантами сайтомные беды которые используют они real time есть айтемные беды которые в рантайме живут для того чтобы мы на запросе их там умножали друг на друга есть полное разложение мы строим когда хотим обновить версию мы написали стоит машину которая сначала строит новое разложение полное далее им беды из полного разложения благодаря бедным из полного разложения запускается новое вычисление новой версии в айтемном не real time контуре потом запускается в юзерском и в рантайме нам достаточно дорого держать обе версии долго поэтому мы там быстро их переключаем с одной на второй и после этого удая деактивируем старую версию где-то раз в неделю мы там эмпирически так поняли что достаточно хорошо чаще не сильно нужно обновляем наш нашу версию этой заново раскладываем матрицу вот это про не real time мы закончили вот там мы что-то посчитали им беденги пользователей далее их используем и в рантайме у нас на самом деле рекомендоров как бы не один а несколько потому что мы мультиформатный сервис и вычислительно выгоднее с точки зрения скоринга с точки зрения к шейры и всего остального на каждый формат делать отдельный рекомендор но в ленту нужно как бы сделать многоформатный поэтому у нас есть отдельные компоненты которая называется blender формата в ней мы предсказываем удельное время пользователя в формате ну в чем там природа некоторые пользователи понятно любят предпочитают больше текст и читать некоторые видео смотрите это еще может меняться зависимости от времени суток потому что там на работе многие читают тексты потому что видео не посмотришь там есть интересный сайт когда в часовых поясах люди заканчивают работать в этот момент случается провал потом опять рос потому что остальные у остальных конец дня 5 провал и так вот она ступеньками в течение рабочих дней идет в общем там есть свои взаимосвязи blender их может выучить как теперь про те река как устроены рекомендоры которые вот слева их там четыре на самом деле про рекомендор можно думать как про воронку вот у нас есть вся база документов их порядка 100 миллионов из них что-то нужно выбрать на самом деле в оффлайне можно понять что все это держать в рекоменды не нужно очень много документов потеряли свою актуальность какие-то актуальные два дня какие-то год какие-то как бы мы попробовали рекомендовать они как-то не летят их можно убрать это можно можно сэкономить в общем так ресурсы и сделать selection rank создать базу кандидатов которая сильно меньше чем весь контент на сервисе далее эту базу кандидатов нужно сложить в рантайме когда пользователь приходит за рекомендациями мы делаем стадию которая называется отбор кандидатов там мы как бы ну документов много нам нужно набрать сколько-то тысяч чтобы это сметь поскорить за 500 миллисекунд мы там понятное дело берем какие-то подписки пользователя свежая и популярная любимых авторов какой-то guilty pleasure который пользователь смотрит но почему-то не подписывается и есть у нас такой подход айтам-то айтам глубоко погружаться в него не буду но вкратце расскажу что это в какой-то момент мы пришли к такой парадигме что мы хотим рекомендовать пользователю только похоже на его историю при том знать почему это похоже и как-то вместе этим разбираться с этим работать вот что это такое вот мы знаем что мы рекомендовали пользователю и знаем какие из этих документов пользователь посмотрела какие-то скипнул общение обратил внимание мы берем те документы которые он там дочитал лайкнул называемых позитивами и строим ко всему множество документов сервиса списки когда пользователь приходит мы берем его позитивы и идем в эти списки похожих публикаций как их строить мы готовим в оффлайне и там есть два принципиальных подхода для их построения первый это коллаборативная похожесть о чем речь есть такое клевое свойство имплисит айлеса имплисит задача это приблизительно следующее мы взяли матрицу из нулей всю и заполнили единичками там где что-то позитивное произошло пользователь лайкнул или посмотрел и уже такую матрицу факторизовали и так получается что после некого постпроцессинга косинус вот этих латентных векторов имбеддингов айтемов приближает тот косинус в исходной матрице разреженной косинус в исходной матрице это некая мера пересечения аудитории двух документов если их аудитория пересекается наверное не про одно и то же часто там можно даже найти не очевидные зависимости какие-то там ну кому то может очевидно и нравится рыбалка возможно там что-то про то как гараж купить и так далее вот пример похожести айлс здесь у нас есть автомобиль вас 2114 он что-то в грязи катается делает вот тут еще значит какие-то тачки тоже где-то там гоняют на вот но коллаборативные алгоритмы хорошо работают когда информации про аудиторию много вот если тут в колонках будет там по 10 единичек ну проект ничего сказать нельзя действительно так и есть если документ не очень популярный то списки к нему плохие ничего не понятно вообще зачем вы мне это рекомендуете поэтому для непопулярных документов можно использовать контент то есть проанализировать его как-то для статьи там для видео и понятие и найти похожие документы тут на самом деле все сервисы это делают по-разному потому что всех немного есть разные данные немного разная задача не все так легко переносится там с одних на другие но расскажу как это сделали мы у нас был датасет из поиска то есть люди что-то печатали искали в интернете находили поэтому запросы видео и статьи и как бы какие-то кликали какие-то нет мы на этом датасет обучили контентную модель как бы кросс форматную не для статей и для текстовых форматов и для видео учили следующим образом мы с видос как бы там есть два типа информации одна это как бы текстовая вот текст который есть в аудио заголовок описание есть сам контент видео кадры видео кадры мы каким-то конволюша ну сверточной нейронкой обработали классический с текстом трансформеры вставили и с текстом запрос там все как бы достаточно тривиально и обучили это на триплет лосс но это значит что если мы брали там глубокие клики если документ по этому запросу кликнули мы их пытались рядом в одну точку свести если был третий который не кликнули мы этот подальше пытались вот там есть такой лосс не знаю на пальцах сложно но суть в том что он так пространство формирует и мы обучили это для видео потом прицепили такую часть просто те зафиксировали веса в части за в запросы в запросной части и обучили еще статейный бед и за счет того что как бы вот они учились там лоссы независимо считаются на такой же лосс обучили до лоссы независимо считаются и за счет того что запрос как бы один получается так что и документ и смысле из-то эти статьи которые зелененьким и синеньким видео они на самом деле в пространстве рядом если там статья будет про то как гоняться на треке той видос тоже будет про это вот сайтом этом закончили вот так у нас встроен отбор кандидатов далее есть этап фильтрации на котором но он достаточно простой он но необходимый там нужно отфильтровать то что пользователю мы ранее уже показали чтобы это на скоринг не отправлять и зря воздух не нагревать нужно убрать какие-то может быть то что мы уже много раз показали больше пользователю не нужно его будет это раздражать и какие-то там забаненные каналы заблокирован вот это все на скоринг у нас уходит там в зависимости от пользователя от 3 до 8 тысяч документов и на этапе скоринга мы прямо ассамблируем много много фичей пытаемся предсказать градиентным бустингом время которое пользователь проведет на контенте и тут у нас все 50 лсов используем умножаем много векторов друг на друга считаем счетчики как часто и за какой период времени этот айтем лайкают дизлайкают как его смотрят фиксируем сколько там пользователь с этим автором взаимодействовал за какие периоды времени в общем фичей у нас там порядка сотни 150 мы их регулярно чистим и скоринг у нас вот предсказывает время потом мы берем самые лучшие по предсказанному времени документы и отправляем на этап реранкинга на самом деле что это такое у нас в рекомендационной системе задач сильно больше чем одной есть еще так называют я рассказывал больше про эксплойты еще есть такая задача как explore это когда мы как бы не совсем на истории пользователя хотим что-то похожее найти порекомендовать а мы пытаемся как бы прощупать что-то новое как бы про пользователя узнать потому что долгосрочно нам важно знать о пользователе как можно больше кластеров его интересов также там у нас есть различные механики для того чтобы прогревать свежие айтемы и помогать автором новичкам потому что в такой конкурентной системе со стороны авторов которые является на шарик система автор покрупнее про него больше знаем реже на нем ошибаемся и он себя поэтому чувствует лучше с точки зрения модели рекомендаций нам выгоднее его рекомендовать на долгосрочно это тоже не интересны поэтому мы у нас есть отдельная стадия где мы там авторов новичков пробуем в подокидывать выдачу и смотреть как бы он вообще насколько классно они растут и так далее то есть прогреваем их вот и после того как это воронка прошла вот на как показал ранее отправляем на этап блендинга замешиваем это все в единую ленту отдаем пользователю и он смотрит видосики все спасибо большое